Олечь был здоровенный. Это плохо. Глубинный парень. Начинаем нашу рыбалку с судака. Приехали за окунями, а клюют судаки. Ну это нормально. Нужно в этом момент обратить внимание максимально на кончик. Если вам показалось, что вы коснулись ракушки, вот приехали мы на эту замечательную локацию неспроста. Совсем скоро здесь пройдет чемпионат Харьковской области. Пока рыбаки ходят, приманочка работает. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Флагман ТВ. Меня зовут Максим Местерцов. Это передача Время спинга. И мы начинаем. Это вроде неплохой. Для самого выброса 8 грамм. Практикуем ловлю далеко. Это вам даже судачок. Маленький, но судачок. Глубинный парень. Начинаем нашу рыбалку с судака. Приехали за окунями, а клюют судаки. Ну это нормально. Это по-нашему. Кидай далеко. Там есть нормальная рыба. Тихо. Сейчас. Сейчас. Спокойно. Сейчас домой пойдем. Сейчас. Все. Сразу же. С первого же заброса мы поймали рыбу. Но хотелось бы не об этом. Хотелось бы начать сказать, где мы находимся. И сегодня мы находимся на прекраснейшей локации. На одном из лучших водоемов Украины, где вот так вот просто буквально на каждом забросе ловится рыба, а именно печенежское водохранилище. Та же, по-моему, охунишься. Мне кажется, он какой-то блондин. Вот. Приехали мы на эту замечательную локацию неспроста. Совсем скоро здесь пройдет чемпионат Харьковской области. И параллельно с записью этого видео я решил немножко потренироваться и показать вам одну из своих тренировок. Ну и как вы смогли уже заметить, эту прекраснейшую локацию сегодня выбрал не только я для тренировок, но и многие спортсмены, которые примут участие в рядущем соревновании. Ну а со мной сегодня вместе ловит рыбу Алексей Горбань, чемпион мира по карпу. К счастью для меня он не участвует в этих соревнованиях, потому что ловит Акуниевин. Иногда лучше, чем я. Друзья, и нашу сегодняшнюю ловлю решил начать с вот такого монтажа. Это 8 грамм вольфрама. И вот такой вот двухдюймовый, может даже чуть больше, виброхвост, разрешенный двойником. Почему такое начало? Такой вес позволяет мне довольно далеко забрасывать, довольно быстро опускать на дно и облавливать практически все участки. Ну а дальше уже по рыбалке посмотрим, может быть этот вес мы увеличим, там 10-12 поставим. Или же наоборот уменьшим поставим там 6, потом 4. Возможно попробуем даже ловить на ближней дистанции. А мужики? Там мужики уезжают походу, так что иди остановись. Олечь был здоровенный. Это плохо. Довольно приятный размер ухоня, который уловится. Не самый трофейный, конечно. Но неплохой. Пока работает очень неплохо дальняя дистанция. Буквально первые ступеньки. Ну а про рельеф и про проводки расскажем чуть позже. Где же конкретно в воде мы ловим сейчас и что мы делаем? С берега мы можем добросить до русла практически в реки Северский Донец, которую когда-то перегородили и сделали печенежское водохранилище. Там идет довольно крутая обровка. До нее долетает, я думаю, граммов 12, но мы туда прям сильно не тулили. Мы ловим вот потом идет плато метров 5 глубины. Такой вот стол. В принципе, с него мы и ловим. Ловим сейчас на 8 грамм. Позже идет сюда, уже ближе ко мне, такая довольно крутая, поросшая ракушкой бровка. С этой бровки, в принципе, особо не ловится. На самой бровке все практически поклевки происходят перед этой бровкой. Мы максимально далеко забрасываем и пытаемся максимально короткими такими ступеньками удержать нашу приманку вот там вот, за этой бровкой на ровном столе, на котором и стоят окон. Пока рыбаки ходят, приманочка работает. Друзья, в каждой передаче я показываю набор сносей, которые беру с собой на рыбалку. И эта передача не исключение. Вот весь мой комплект на сегодняшнюю рыбалку. Начнем, пожалуй, с удилища. Этот спиннинг вы уже видели неоднократно на моих рыбалках, моих видео. Это прототип от компании Azura. Модель X-Game до 18 граммов. И совсем скоро этот спиннинг окажется в продаже. Оснащен он 4000-м банкишем. На мото 0,4 шнур. И стоит 0,25, по-моему, клюакарбоновый поводок. Также взял с собой немножко разных приманок. Много не набирался, потому что времени сегодня на рыбалку у нас немного. Мы половим до 6 часов. Потому смысл набирать полную сумку всего, на что я даже не успею половить, я не стал. Взял самое необходимое. Взял коробочку с грызами. Взял коробочку с крючками. Бобинку филокарбона. И инструмент. Как всегда, смартфон для удачных фотографий и кадров. Ленточка в цвете флага Украины на счастье. И хорошее настроение для рыбалки. Поставил твистер. У меня пробу разные приманки. Твистер тоже работает. Пару слов, как всегда, наверное, стоит сказать. Про водки, которые я сегодня ловлю, которая приносит наибольшее количество поклевок. Это классический такой двойной подрыв. Довольно такой длительный. Можно сказать, высокий. То есть мы не проволакиваем по 5-10 сантиметров, а ловим довольно в активном темпе. Активную рыбу. И в данный момент я ловлю на активную приманку. Но когда я на пассивную приманку, немножко увеличил паузу, на которой, собственно, окунь засасывает нашу приманку. И клюет. Сейчас еще раз вам более наглядно. Забрасываем. Сладина. Ну, видите, насколько там глубоко. Вот, она подает. Раз, два. Пауза. Раз, два. Пауза. Раз, два. Пауза. Так и идем. Покровки обычно случаются именно на этих паузах. Рыба следует за нашей приманкой. Поскольку она касается дна, окунь подплывает. И легким движением всего тела и частостику прикасается к нашей нежной, красивой приманке. Трава, она ж в траву заскакивает. Начинающие рыболовы спросят меня, как же я понимаю, где там ракушка, где бровка и так далее. Вот упала наша приманка. Сейчас она приводнится там. Там очень глубоко просто. Наша приманка на дне. Вот мы идем, можно сказать, по чистому дну. И нет ничего. И вот начинается ракушка. Нужно в этом момент обратить внимание максимально на кончик. Если вам показалось, что вы коснулись ракушки, следует просто сделать протяжечку. Если ваш кончик так вот, как дергается, то есть он скачет, ваш грузик по ракушке, значит вы на месте. Подчеркну ловлю на двойник. Вот наша приманка. Как она и есть. И вот рыба плотно держится. Даже если мы ее сдалека тянем, с дальних далий, она не сходит. Еще одна рыбалка подошла к концу, к экологическому завершению. Очень здорово сегодня плывели окуней, кайфанули. Ловились они, ну, отлично. Можно сказать, просто замечательно. Ну, и как всегда, мы подводим черту, называем топ-3 приманки на сегодня, на которые лучше всего отзывалась рыба с небольшими комментариями. Итак, лучшая приманка сегодня... Ну, упал. Намного хуже явно, чем пассивка предыдущая. Ну, и третья приманка, вот такой тоже виброхвост, темного цвета, на него ловилась, но намного хуже, чем на вот эти две. Итак, какой вывод сегодня стоит сделать? Рыба хотела пассивную приманку, рыба хотела, чтобы приманка лежала на дне, то есть рыба клевала именно со дна. Хорошие, агрессивные поклевки, с уменьшением веса приманки на 6-5-4 грамма ничего особо не давало. То есть, по моим ощущениям, на предыдущих соревнованиях я буду ловить на 8-10 и на 3-4. Ну, если выиграю, что не будете, то будет на заставке фотка с медалью. Если не выиграю, то не будет. Ну, а с вами был я, Максим Истерцов. Спасибо за то, что были со мной, смотрели, как мы ловим рыбу. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на Фламон ТВ и пишите свои комментарии.